Ну а теперь уже доброе утро. Чудесно вас тут видеть. Мы сегодня сразу приступим к учебе. И первое, что мы затронем, это что-то, что люди часто выделяют или о чем спрашивают, когда мы изучаем исцеление. И поэтому я хочу ответить на некоторые вопросы относительно этого. Есть много учений об исцелении. И большинство того, что учат, оно приносит, оно дает определенные результаты. Но мы не можем руководствоваться только отдельными результатами. Потому что если мы только на результатах будем фокусироваться, тогда нам пришлось бы рассматривать и гипноз, и психологические вещи, психологию, а акупунктуру пришлось бы тогда рассматривать, если бы только результатами руководствоваться. И нам бы пришлось тогда считать, что из-за того, что кто-то имеет результаты, что это обязательно означает, что это от Бога. Понимаете, да? Поэтому только тот факт, что есть какие-то результаты, это еще не означает, что это от Бога. Библия очень ясно говорит, что есть мирская, земная мудрость, и даже есть мудрость бесовская. Поэтому какие-то вещи, которые дают результаты, они не от божественной мудрости, но от бесовской мудрости. Поэтому нельзя только на результаты ориентироваться, и все. А вы скажете, а тогда почему есть где-то какие-то вещи, где бывают результаты? И есть несколько разных причин. Но одна из главных причин это потому, что люди имеют веру в те вещи. Люди иногда меня спрашивают, какой метод исцеления самый лучший. Они говорят, лучше ли всего возлагать руки на больных. Или молитвенные вот эти платочки действуют лучше. Или помазание елеем лучше работает. А мой ответ всегда один и тот же. Метод, который лучше всего для тебя действует, это тот, в который ты имеешь веру. Вот почему для тебя это лучше всего работает. Обычно тот метод, в который большинство людей имеют веру, это тот метод, через который они сами получали исцеление. Я разговаривал с некоторыми людьми, которые служили вместе со Смитом Вигглсвортом. И они рассказывали о том, как он делал какие-то вещи, как он действовал. И один случай, о котором все знают, это то, как он просто ударял людей. Наносил удар вот так. И люди просто были в изумлении от того, что он вот так ударит, и человек исцеляется. Это очень-очень необычное служение. Это тот, который мы можем использовать только на родственниках. Но причина, почему он использовал этот метод, он даже говорил людям, почему он это делает. Его спрашивали, почему ты вот так ударяешь людей? Да, говорит, я не ударяю людей. Я ударяю дьявола. А люди мешают говорить этому. Посерединке, оказывается. Он все немощи и болезни, он считал, что это бесы. А как с чего это началось, что он начал ударять людей? Это про Смита Вигглсворта. Он не слышал голос, чтобы Бог ему сказал это делать. И он рассказал, когда он еще был молодым человеком. Он был очень болен. И у него был аппендицит. Он лежал в кровати. И к нему пришли, его пришли посетить мужчина и женщина. И они собирались за него молиться. И как только они начали молиться, человек прыгнул на его кровать и ударил его в живот. Этот человек, который пришел к нему. И Смит был моментально исцелен. Ну и с того времени каждый раз, когда он видел человека, у которого какие-либо проблемы в животе, он просто ударял человека. И люди исцелялись. Не потому, что Бог ему сказал это делать, потому что именно через этот метод он был исцелен, и у него была вера в это. И когда он это делал, это высвобождало его веру. И люди исцелялись. Нет одного такого магического пути. И Иисус исцелял по-разному. Он исцелял, когда он говорил слово, просто произносил слово. Или же он отвечал на просьбу людей. Иногда он повелевал, чтобы пришло исцеление. Он возлагал руки на людей. Он брал мертвеца за руки и воскрешал, за руку его воскрешал, поднимал. Одному человеку он вообще грязью помазал глаза. Человек, который не мог говорить, фактически Иисус плюнул и положил это ему на язык. То есть не существует одного метода. В общем, делать то, что работает. То есть то, как ты можешь высвободить свою веру. Я достаточно такой тихий человек по натуре. Такой очень спокойный. И когда я начал служить, мне нужно было что-то делать, чтобы переступить через себя. Мне не нравится кричать, вопить. Мне не нравится, знаете, такое шоу. Но я сказал Богу, что я готов делать все, что понадобится, чтобы люди исцелялись. И я знал, что вот то, что я такой тихий, спокойный, для меня не действует, не работает. То есть мне нужно было переступить через себя. Мне нужно было преодолеть вот эту плоть. И когда я молился за людей, я кричал очень громко. Иногда я чуть ли не напрыгивал на человека. Или хватал за голову и приказывал, чтобы болезнь ушла. Людей это пугало, но они исцелялись. Но потом я понял, что в больнице этого нельзя делать. Если в больнице ты кричишь, то ты сможешь только за одного помолиться и не более. А потом все, кто там, сразу тебя выведут или вынесут. И поэтому мне нужно было научиться, как научиться высвобождать ту же самую силу, но спокойным образом. Итак, я специально стал это делать тихо. И потом я понял, что твоя вера следует за твоими намерениями. Твои намерения это то, что ты веришь. Что ты действительно, во что ты действительно веришь. А не то, о чем ты говоришь, что ты веришь, не то, что ты заявляешь. И то, что ты ожидаешь, что произойдет, когда ты молишься, то и происходит. То, что твои намерения это то, что ты веришь. Поэтому ты должен научиться, как бы увидеть, что ли, или ожидать, что этот человек выздоровеет. И потом я понял, что это дело в жизни, которая в нас. Она, эта жизнь, входит в того человека. Знаете, Дух, он идет к Духу, как бы или соприкасается с Духом. А плоть к плоти. Мой Дух, Он во мне. Когда я протягиваю руку, мой Дух, Он наполняет мою руку. Он наполняет всего меня. Наши тела выглядят так, как они выглядят. Потому что Бог создал наши тела, чтобы они, как бы, соответствовали, что ли, нашему Духу. И если хочу прикоснуться к кому-нибудь своим Духом, то я вначале прикасаюсь своей рукой. Потому что Дух, Он в руке, мой Дух. Когда ты возлагаешь на кого-то руки, то сила не в их плоть идет. Если ты хочешь полить цветок, ты не поливаешь воду на листья. Ты поливаешь почву вокруг этого растения, чтобы вода попала к корням. И это и есть секрет исцеления. Когда ты на кого-то возлагаешь руки, то сила идет не в их плоть. Извините. Поздравляю. За вас, короче. А Дух прикасается к их Духу. Когда ты возлагаешь руки, это не в плоть идет. Это в их Дух идет сила. Вот почему иногда ты не видишь, чтобы моментально происходило что-то. Потому что вначале это идет в Дух человека, а уже потом из Его Духа проявляется и на тело. Вы есть Дух. Ты не являешься вот этой плотью, ты есть Дух. Это плоть или это тело, да, это твое тело. Но жизнь должна вначале войти в Дух. И когда в твой Дух приходит достаточно жизни, то она, она проявляется или действует и на тело. Болезнь, она не в твоем Духе. Если ты рожден свыше, то твой Дух, он праведен перед Богом. Он не болен. Болезнь, она всегда связана с телом, в теле она. Но если ты впадаешь в депрессию, то депрессия не начинается в Духе. Нужно увидеть, как сотворен человек. Настоящий человек — это Дух. Нерожденный свыше человек имеет мертвый Дух. То есть, сама сущность его Духа мертва. Но когда ты рожден свыше, твой Дух, он становится живым, оживает. Жизнь, она в сущности, в твоем Духе, это жизнь. И когда ты рождаешься свыше, твой Дух, жизнь, ты имеешь душу, которая или обновлена, душа, или не обновлена. Или же где-то посерединке дороги к обновлению. И у тебя также есть тело или плоть. И плоть — это контакт между Духом и внешним миром. Твой Дух все знает. Твое тело соприкасается с вещами. И это посылает сигналы твоей душе. А твоя душа, она сообщается с твоим телом. Если ты в депрессии, это в душе. Если ты достаточно долго пребываешь в депрессии, то на Дух это не влияет на Дух рожденного свыше человека. Но это может повоспрепятствовать Духу и мешать общению. Если ты остаешься в депрессии достаточно долго, то она начнет проявляться и в твоем теле. Потому что тело, оно меньше, чем душа. А душа меньше или ниже, чем Дух. Дух, он как бы контролирует все, да? И Дух, он желает передавать истины Божьи внешнему миру. До такой степени, что твой разум обновлен, ты можешь передавать вещи Духа через душу и тело этому миру. Если твой Дух возрожден, но твоя душа не обновлена, то Дух, он находится в заперти, он как бы, ну, в рабстве находится, внутри тебя закрыт. И Дух, он не может, как бы, нести ничего этому миру. Но чем больше обновлен разум, то тем больше Дух может проявляться через душу и нести это, передавать дальше. Так как тело, оно меньше, чем душа, то, в каком состоянии находится душа, то к этому состоянию, в конце концов, приходит и тело. Наша задача, как христиан, обновлять наш разум по Слову Божьему, чтобы наша душа не препятствовала движению Духа Божьего. Когда твоя душа обновлена на определенную истину, или, соответственно, определенной истине, то эта истина, она может и в твоем теле проявляться. Понимаете, да? Когда твоя душа обновлена на тот факт, или на ту истину, что грех — это смерть и рабство, тогда грех отпадает, и твое тело не будет совершать греха. Когда твоя душа обновлена истинною по поводу Божественного исцеления, то когда болезнь атакует тебя, то ты в состоянии очень быстро отражать эти атаки, и ты быстро исцеляешься. Но когда твой разум обновлен ну, как бы, жизнью Иисуса Христа, то тогда, когда болезнь даже пытается приблизиться, ты в состоянии противостоять ей, что она даже не может и прикоснуться к тебе. Если ты в опасности от болезни, если ты находишься в таком положении, что есть опасность даже заболеть, то естественно, ну, испугаться, или естественно иметь страх, да? И это естественно для человека бояться, возлагать руки на больных, а то вдруг ты от них заразишься. Но когда ты понимаешь Божью любовь, и то, как сильно Он нас любит, и так же, как добрый отец, Он хочет, чтобы мы были здоровы, и что нету Божьей воли никогда в том, чтобы ты болел, ты понимаешь, что это совершенная любовь изгоняет страх болезни или страх заболеть. Теперь ты знаешь, что тот, кто в тебе, он больше того, кто в мире. И поэтому ты хочешь в людей вкладывать то, что в тебе. И ты хочешь, чтобы эта жизнь истекала из тебя в них. Если ты можешь исцелять людей в любое время, то ты сам можешь оставаться в здоровье, оставаться здоровым. Вот это, как бы, цель христианской жизни. Жить в жизни Иисуса. Чтобы болезнь даже не могла тебя атаковать. Чтобы грех не мог тебе приклеиться. Чтобы нищета и недостаток, чтобы тебе даже о них не надо было думать. Если ты боишься нищеты, то ты не будешь жертвовать. Потому что в таком случае ты думаешь, что тебе нужно накапливать для себя. Но когда ты осознаешь, что Бог так благ, что Он постоянно изливается через тебя, и что нету конца Его жизни, нет конца Его здоровью, и нет конца Его обеспечению для твоих нужд. Тогда ты понимаешь, что не может быть недостатка. Поэтому ты не боишься давать. В тебе не может быть болезни. Поэтому ты не боишься прикасаться к неизлечимо больным. Это жизнь Иисуса. Это хорошая жизнь. Это жизнь, которую Он задумал. Чтобы мы могли просто ходить и идти по этому миру. Как Иисус. Где враг не может прикоснуться к нам. Мы сегодня это будем рассматривать. Я назову три истины. Которые помешают врагу приблизиться к тебе. Библия говорит, что дьявол наблюдал за Иисусом на расстоянии. И он искал хорошей возможности. Подходящей возможности. Но он никогда ее не нашел. До тех пор, пока Иисус сам добровольно не отдал себя на крест. Вот так мы должны жить. Библия не говорит о множестве различных служений. Вы не увидите отдельно выделенное служение исцеления. Не увидите отдельного служения освобождения. Не увидите отдельное служение евангелизации или евангелизма. Вы встречаете упоминания даров исцеления. Вы видите повеление исцелять больных. Изгонять бесов. Вы видите повеление проповедовать евангелие. Но единственное служение, которое Библия упоминает, Павел говорит, это служение примирения. Другими словами, наша задача Это служить примирением между Богом и людьми. Наша работа Это примирять людей снова с Богом. Отец и сын Уже заплатили цену. Они уже сделали свое движение к нам. Наша работа Это дать людям понять, что они сделали. И чтобы добиться того, чтобы люди приближались к ним, к отцу и сыну. Потому что Писание говорит Что если люди приблизятся к Богу Он приблизится к ним. Бог сделал уже свое приближение. Теперь уже пора человека сделать свое приближение к Богу. И скажете, если мы имеем служение примирения Как это касается исцеления? Да все, что мы делаем, это относится к примирению людей с Богом. Если я примиряю дух человека с Богом Это называется спасение. Если я примиряю душу человека к Богу Это называется освобождение. Если я примиряю тело человека с Богом Это называется исцеление. Примерять означает соединить снова вместе. Это значит привести в согласие. Это значит привести в согласие или в соответствие. Если дух человека Не прав перед Богом, не в порядке перед Богом Если дух человека мертв во грехах То он не в согласии с Богом И когда человек приходит в согласие с Богом, он спасен. Если у человека умственные, ментальные проблемы Депрессия Или постоянные переживания Страхи, фобии То душа этого человека не в согласии с Богом И когда ты приводишь его в согласие с Богом Он освобожден И он имеет мир в разуме Когда тело человека больно Его тело не соглашается со Словом Божьим Слово Божье говорит, что каждое тело было исцелено А наша задача как христиан Просто идти по этому миру И каждый человек, которого мы видим Каждая ситуация, которую мы видим Которая не выглядит так, как выглядела бы на небе То мы должны исправить эту ситуацию Чтобы она выглядела так, как она бы выглядела на небе Если твое тело больно или парализовано Это не то, как ты будешь выглядеть на небе И наша работа Чтобы продолжать трудиться над тобою До тех пор, пока ты не начнешь выглядеть так, как бы ты выглядел на небе Вот что говорил Иисус Когда Он дал нам молитву Отче Наш Да будет воля Твоя на земле Как на небе Чтобы на земле выглядела, как на небе Если у человека финансовая нужда Ты ему помогаешь Ты скажешь, а что если человек хочет потратить Эти деньги, которые ему дам На алкоголь или на наркотики Ты можешь так предполагать Но ты точно не знаешь И ты уже автоматически судишь этого человека Библия говорит, чтобы давать каждому, кто просит у тебя И я даю каждому, кто нуждается в помощи Когда я даю человеку деньги Я не просто вот вручил ему и все Я ему говорю Это Божьи деньги Если ты неправильно их используешь То ты будешь отвечать за это Бог дал мне эти деньги Он благословляет меня И потому что я так благословлен Богом Я могу тебе помочь Я на Бога указываю Но я не всегда знаю, что человек будет делать с этими деньгами Однажды я сказал Богу Я не хотел этому человеку давать деньги Он не туда потратит их И Господь проговорил ко мне И сказал А какое твое дело? Какое твое дело, как этот человек потратит деньги? И я хотел сказать, что я такой духовный очень Я сказал, Господи, это же Твои деньги А он говорит, а почему же тебе просто не дать, как я тебе сказал дать и все Удивительно, мы говорим, это Божьи деньги Но держимся за них, как будто бы наши Когда ты понимаешь Что Бог Бог позаботится о том, чтобы твой карман не оставался пустым То тебе не страшно давать вообще Скажите, а при чем это и исцеление, как это связано? Потому что это все взаимосвязано В твоем разуме Люди делают то же самое с исцелением, понимаете? О, если он исцелится А что, если он ступит от Бога? Потому что сейчас-то он не может ходить, да? А если он исцелится Может пойдет в ночной клуб будет танцевать там Та же самая вещь А какое твое дело? А что если вот человек исцелился? А он не обратится к Богу, этот человек И опять же, а какое твое дело? Ты должен понять Что у тебя есть повеление Тебе не сказано быть судьей Тебе сказано быть освободителем или избавителем Освобождать пленников Отпускать на свободу И потом пусть они решают Это благость Божья Которая ведет людей к покаянию Освободи его Позволь человеку увидеть доброту Божью И обычно это привлекает людей к Богу А если нет То когда он предстанет перед Богом Тогда у него уже не будет оправдания Потому что Бог скажет Я исцелил твое тело И ты знал, что я это сделал Ты знал, что я реален И все равно ты не обратился ко мне Тогда у человека уже оправдания не остается А если ты проходишь мимо этого человека И не освобождаешь его Тогда он сможет предстать перед Богом И сказать А я никогда не видел твою силу Я просто слышал разговоры Что люди говорили об этом И я не знал, кому верить Я не был уверен, что ты, Бог, реален Поэтому это задача людей Божьих Нести Божью силу В жизнь людей И позволить им увидеть Что Бог реален Аминь Это простая вещь Как мы говорили в начале Есть много методов, которые действуют Иногда методы работают Потому что человек, который молится, имеет веру Иногда они работают Потому что люди, за которых молятся, имеют веру Иногда методы работают Потому что просто есть какая-то психологическая вещь То есть в церкви в общем Мы верим Для того, чтобы кого-то исцелить Или чтобы кто-то исцелился Мы должны проповедовать им Слово Божье Чтобы к ним пришла вера Чтобы исцелиться Но я вам скажу Что не обязательно таким образом Проходит исцеление Я не говорю, что не нужно так делать Или что это нехорошо так делать Мне об этом речь идет Просто есть различия Когда ты говоришь, что можно так делать И надо сказать Что только таким образом может прийти исцеление Понимаете, да? Итак, в Луке девятая глава В самом конце девятой главы В самом конце девятой главы В самом конце девятой главы Некто сказал ему Господи, я пойду за тобой Куда бы ты ни пошел Ну, кажется, такая хорошая вещь, да? И вместо того, чтобы Иисусу сказать Классно, пойдем Он пытается убедить человека Или отговорить его следовать за собой Он говорит, я тебе скажу цену И он говорит Лисицы имеют норы И птицы небесные гнезда А сын человеческий не имеет Где преклонить голову А другому сказал Следуй за мной Мы не знаем, кому он это сказал Но это то же самое повеление Которое он дал своим двенадцати ученикам А человек говорит, Господи Позволь мне прежде пойти И похоронить отца моего Ну, это кажется, ну, резонная просьба Правда же? Но Иисус ему говорит Предоставь мертвым Погребать своих мертвецов А ты иди благовествуй Царство Божие Почему Иисус так жестко говорит здесь? Потому что Царство Божие Вот настолько важно Несколько лет назад Я был в городе Гранд-Джанкшин, в Колорадо Моя семья все еще тогда жила в Далласе Моя старшая дочь Она была беременна И через несколько месяцев должна была родить Я только прилетел туда, в Колорадо И я начал Только семинары начались И в тот момент, когда я учил Мой селфон начал вибрировать Я проповедовал, учил, да Но я посмотрел на телефон И это был срочный звонок Это был срочный звонок Из дому И когда мы сделали перерыв Я позвонил домой в семье Я говорил, что происходит? Моя жена говорит Дело с Кристал, с дочкой У нее начались схватки И давление крови очень высоко поднялось Ей тогда был 21 или 22 года И врачи боялись, что у нее наступит инсульт И они очень беспокоились о ней И я говорю, хорошо, я с ней поговорю Когда она взяла трубку Первое, что она сказала Папа, где ты? Я говорю, я в Колорадо Она говорит, ты мне нужен здесь И для отца это очень трудно Моя первая дочь умерла Мы ее похоронили И через 9 месяцев после этого Родилась Кристал Бог благословил нас другим ребенком И теперь этот же ребенок был при смерти И для отца это нелегко Я ей сказал С тобой будет все в порядке Я буду молиться И мы это сделаем Итак, мы молились И ее давление крови опустилось И я продолжил дальше учить На следующую сессию В то время, когда я проповедовал Снова позвонили Это снова происходит Давление снова поднимается Она потеряла сознание В какой-то момент сердце остановилось И они решили, ну что, что она умерла Уже потеряли Мы в это время молились Она снова ожила Дважды они ее теряли Дважды она оживала Я снова говорил с ней по телефону Она говорит, папа, ты мне нужен Ты где? Я говорю, я в Колорадо Но ты нужен здесь И я ей сказал Я ничего Я не могу сделать там Нисколько больше Чем когда я здесь Потому что в Духе нет расстояния Послушайте внимательно Павел говорит Тимофею Будь добрым воином Иисуса Христа Переноси страдания Переноси страдания И те вещи Которые бывают Когда ты несешь Евангелие Я солдат Я выполняю свою работу И я не позволяю Чтобы что-либо Удалило меня с поля битвы Враг знает Он будет искать твои слабости Он будет искать те вещи Которые заставят тебя остановиться Моя дочь хотела, чтобы я приехал домой Я ей сказал, что я не могу Потому что я проповедовал Евангелие И это самая важная вещь Которую ты можешь делать на земле Это не было легко Но я ей сказал Если я уйду с поля битвы Чтобы вернуться домой То с этого момента Каждый раз Когда я буду что-то делать для Бога И когда враг захочет, чтобы я остановился То ты будешь мишенью тогда Потому что он знает, что если он тебя атакует То я сразу же буду оставлять поле битвы и домой ехать Я говорю, и самое худшее, что я могу сделать Это вернуться домой Потому что с этого момента ты станешь мишенью Вы должны осознавать реальность нашей битвы Дьявол реален Его легко можно побить, поразить Но он все равно сражается Но он все равно сражается И он всегда пытается прицелиться на самое слабое звено Я сказал своей дочке Когда родится твой сын И я не был в том, что я не был в том, что я не был в том Когда родился ребенок, и меня там не было Они фотографировали ребенка, да? Когда ребенок подрастет И он будет смотреть фотографии И он будет спросить, а где был дедушка, когда я родился? И ты ему скажешь Грэнпа не мог быть здесь Потому что он проповедовал Евангелие И он подумает Разве дедушка меня не любит? И я ему смогу сказать Я тебя очень сильно люблю Но нет ничего более важного, чем Евангелие Даже ты не важнее Я не могу сказать ему, что ты важнее, чем Евангелие И ожидать, что когда-то он посвятил ему Свою жизнь Евангелие Это не игра Это не просто что-то, что мы делаем Это жизнь или смерть Это вечность Это самое важное, что существует Это определяет вечность людей И где они проведут эту вечность Когда ты уловишь это И начнешь видеть реальность этого Что служение, исцеление Это не какая-то забава А для людей это вопросы жизни и смерти То ты осознаешь ответственность Последние 10 лет Я не думаю, что я спал полностью хотя бы одну ночь Потому что мой мобильный телефон у нас на веб-сайте Люди могут звонить прямо мне на мою мобилку Потому что я хочу знать, если кому-то нужна помощь Некоторые люди не могут дожидаться до утра И мне в любое время звонят Мне звонят из Африки Из Австралии Из Сингапура А со всего мира звонят Любые часы Но это потому, что я хочу быть им доступен Когда вы слышите, я рассказываю свидетельства Вы слышите о победах Вы слышите о славе Божьей Но прежде чем была победа Был звонок в 2 часа ночи Я не выключил его Я ответил На том конце линии Кто-то плачет Кто-то кричит Их ребенок только что умер Или вот-вот умрет А я в глубоком сне пребывал Но я должен моментально Быть в состоянии послужить Божьей силой И я могу, и я это делаю Потому что Сила Божья Она не из моих эмоций Не из моей души И не зависит от того, насколько я проснувшийся или сонный Сила Божья, она из моего духа И моментом Дух Божий Он сразу же готов И ты начинаешь говорить и повелевать И сразу же ситуация оборачивается, меняется И это происходит 2 или 3 раза за ночь Это разные вещи Иногда очень серьезные А иногда нет Мне иногда люди звонят Чтобы воскресить кого-то из их ближних, кто умер Мы явились свидетелями того, что 9 человек воскресло из мертвых Мне звонят, чтобы воскресить мертвого 2 часа спустя Кто-нибудь звонит Чтобы я помолился за их кота 4 часа ночи Много котов умирает Нет усердия особенно за котом молиться Я знаю, что вы любите своих животных Но пожалуйста, не звоните мне, чтобы я молился за домашних животных Давайте лучше пусть линия будет открыта для людей Одна женщина Звонила мне несколько раз Чтобы я молился, чтобы Bigfoot Знаете, как по-русски? Сасквач Чтобы снежный человек не пришел к ней во двор Все время звонила по этому поводу Я не молюсь за Сасквач Я не молюсь за снежного человека Я не молюсь за снежного человека Я не молюсь за снежного человека Я помолился за ту женщину Поняли, да? И это трудно делать Потому что ты никогда не знаешь, какой будет звонок Но я не могу отключить звонки из-за глупых звонков Потому что мы должны держать это открытым для реальных звонков Я могу вам сказать про женщину, которая звонила за своего ребенка Но это может вас не костеться Но если бы вы слышали голос в трубке Если бы вы слышали ее голос и ее плач, когда она звонила То вы начинаете вдруг осознавать, какую ответственность Бог нам дал Мы не служим просто из-за человеческой симпатии Мы служим из любви и сострадания Божьего Бог желает прикоснуться к людям Он желает помочь людям Но проблема в том Что жатва готова, поле готово А делателей мало Вот почему я здесь Чтобы поднять больше делателей на него Не для того, чтобы сделать вас кем-то Чтобы дотронуться до вас и дать вам особенное помазание Но чтобы передать вам дозу ответственности Вы являетесь сторожем для брата своего Вы ответственны за этих людей Мы заявляем, что мы знаем Бога и что имеем Божью силу Однако мы хотим это все держать внутри четырех стен Вместо того, чтобы нести это дальше И прикасаться к людям Давайте будем дальше читать В 61 стихе Еще другой сказал Я пойду за тобой, Господи Но прежде позволь мне проститься с домашними моими Но Иисус сказал ему Никто, возложивший руку свою на плаву И озирающийся назад Неблагонадежен для Царства Божьего В этом переводе говорится Негоден для Царствия Божьего В 10 главе Говорится, после сего избрал Господь и других 70 учеников И послал их по два Перед лицом своим во всякий город и место Куда сам хотел идти Поэтому Посему И сказал им Жатвы много А делателей мало Итак, молите, Господи, Господи на жатве Что бы выслал Что бы выгнал Буквально Выгнал Делателей на ниву свою Смотрите Смотрите Он не послал этих 70 Благодаря тому, что они были такими святыми Он надел новых работников Потому что жатва была такая великая Это не твое величие Благодаря которому Бог тебя использует Это величие нужды людей Потом он в третьем стихе говорит Идите Я посылаю вас как агнцев среди волков Не берите ни мешка, ни сумы Ни обуви И никого на дороге не приветствуйте В какой дом войдете Сперва говорите Мир дому сему Смотрите Он говорит о том, чтобы идти в дом И если будет там Сын Мира То почиет на нем мир ваш А если нет То к вам возвратиться И в том же самом доме Оставайтесь, ешьте и пейте Что у них есть или что он предложит Ибо трудящийся достоин награды за труды свои Не переходите из дома в дом И он заканчивает эту часть учения Теперь он переходит к другому пункту учения И если придете в какой город Смотрите, теперь уже не о доме говорит, а о городе И вас примут Ешьте, что он предложит И исцеляйте находящихся в нем больных И говорите им Приблизилось к вам Царствие Божие Посмотрим на это Он говорит вначале Если вы идете в город И говорите, мир этому дому И кушайте, что он предложит Не переходите из дома Потому что в том доме Вам постараются Лучше что-то предложить Чем в этом доме Начнут перетягивать И начинается такое соревнование между ними Кто лучше вам может послужить Он говорит, вы там не для этого Но в какой город вам придете То исцеляйте больных Которые в городе Не в доме уже В городе Это просто такое прямое заявление И если, говорит, есть больные в городе То исцеляйте их Там не говорится вначале им попроповедовать Он говорит, исцеляйте их вначале А потом проповедуйте Тогда потом говорите им Как они исцелились Посредством Царства Божьего Царство Божье приблизилось к вам Вот, говорит, как действует все в Царстве Люди в Царстве здоровые Не больные Вот почему, когда Царство Божье приближается к вам Вы становитесь здоровы Потому что Его воля на небе уже совершена Смотрите, он не говорит Найдите, у кого есть вера И их исцелите Потому что у них вера есть Он не говорит, проповедуйте им До тех пор, пока они не получат веру Он говорит, я посылаю вас перед Собою Я царь У меня есть Царство Вы посланники Идите и провозглашайте это Царство Говорите им о том, что значит жить во мне Покажите им в начале Идите и дайте им, покажите им знак этого Царства Set them free Освобождайте их Heal them Исцеляйте их Then И потом Вы говорите им Как вы это сделали Then you tell them Тогда говорите им This is what the kingdom is like Вот что такое Царство Какое оно Now the other thing I want you to note here Еще одна вещь, которую я хочу указать Подчеркнуть Back in verse 1 В первом стихе It said that Jesus chose 70 Говорится, что Иисус избрал 12 70 others Простите Избрал еще 70 других So some people say Некоторые говорят This power was only for Jesus Это сила была только для Иисуса Because he was the son of God He did this to prove who he was Потому что он был сыном Божьим И он это делал Как доказательство того Как он является Если Иисус исцелял Из-за того, что он был Богом Then The 12 апостолов Не смогли бы исцелять Но есть Иисус We have the 12 others So that's 13 people Healing the sick They went out And they healed everywhere So that's 13 people healing And you could say Well that was just the 12 Ну вы скажете Ну это же апостолы 12 апостолов But here we have 70 others Но здесь мы имеем 70 других I'm showing you How easy it is to heal I'm showing you Who all that Jesus Will use to heal Я хочу вам показать Каких людей Иисус Иисус использовал Чтобы исцелять I'm showing you How natural it should be For a follower of Jesus To heal Я показываю вам Я показываю вам Насколько легко Должно быть Последователем Иисуса Исцелять больных It's so natural Это так естественно And so easily done И настолько легко Делается That when Jesus Told 70 others To do it Что когда Иисус Сказал 12-70 другим Это делать They didn't even List their names То их имена Даже не упоминаются They weren't even Special enough To get their names Listed That's how Normal it should be Now notice We got Jesus We got the 12 That's 13 Then we have the 70 That's 83 people That were going About healing Not one instance Of someone Not getting healed И ни одного случая Не упоминается Чтоб кто-нибудь Не исцелился And then there's even more И еще что-то есть One time The disciples Went out On a preaching trip Однажды И ученики Отправились проповедовать And when they came back И когда они вернулись They said Man Они говорят Вау Песы нам повинуются Об имени твоем Больные исцеляются It was wonderful Но Вообще-то Пока мы там ходили И проповедовали От твоего имени Мы встретили человека Который Тоже Твоим именем Изгонял бесов И мы его не узнали Мы вообще его не знаем Мы не знаем Кто он Мы-то знаем Что он с нами не ходил И мы ему сказали Остановить Прекратить это делать Вот тот человек Мы даже не знали Кто он Никогда не встречал Иисуса Насколько нам известно Все что мы знаем Что он услышал Что этот человек Услышал Что Иисус Хотел Чтобы люди Были свободны Освобождались От бесов И когда он стал Использовать имя Иисуса Бесы выходили И он начал это делать И они не говорили Что он пытался Это делать Пробовал Нет Они говорят Мы видели Что он Изгонял бесов У него были результаты Но ученики Вдруг Показывают нам Первый пример Деноминации Появление Деноминаций И разных союзов Христианских объединений Иисус Ты его не рукополагал Он не является частью Евангелизационного служения Иисуса Он же не с нами Не в нашем кругу Значит это нет Бога Поэтому мы его остановили Но Иисус Глава церкви Говорит Не останавливайте Не препятствуйте Если кто-то совершает чудеса Им не мои И не говорит ничего плохого обо мне Позвольте им это делать То есть видите ли вы Насколько это легко И для того чтобы это легко сделать Иисус выделил И сказал Даром вы получили Даром давайте Видите мы всегда слышим Это когда вопрос касается пожертвований То есть служитель Он даром вам давал Поэтому даром вы также давайте Но проблема в том Что это не в контексте Нужно прочитать Что перед этим было сказано Иисус сказал 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 about who I gave it to. Because if I was, I wouldn't have given it to you. And since I wasn't picky, don't you be picky. Well, that person's not Christian. That person has sin in their life. That person's got problems. I'm not going to give this to them. They don't deserve it. He doesn't deserve it. You go get the sin out of your life. Then I'll pray for you. Because then you'll deserve it. No one deserves it. None of us deserve healing. We only get healed for one reason. By his stripes. It's what he did. Not what you do. Years ago, there was a young man. And he started thinking about the people in foreign lands that needed Jesus. And his heart went out to the poor heathen that were dying not knowing Jesus. He said it's not right that people should die and go into eternity without Jesus. So he went to another country and began preaching. And he looked at their lifestyles. He looked at their superstitions. He saw their idols. He saw how awful things they did. And he just was so sad for the people. But he said, these people don't deserve Jesus. These people are bad. They're evil. So he came back home. And he was telling his story to an older minister. And he was talking about how bad these people were. And he said, those people didn't deserve what Jesus did for them. And the old minister spoke to him and said, Son, you didn't go there to give the people what they deserved because nobody deserves this. He said, you went there to bring them to Jesus because Jesus deserves those he died for. He said, you had your attention in the wrong spot. You have to realize what Jesus did on the cross is available for everybody. Nobody deserves it. But Jesus deserves everyone to come to him. He deserves everyone to hear the truth. And the worse they are, the more they need to hear it. And the worse they are, when they come to Jesus, they are a greater trophy of his glory. But before he went to the cross, he was whipped. And that whipping was for our healing. So whenever he was whipped, every stripe that he received was for the healing of our bodies. So as long as there is one sick person, it's not that they deserve to be healed. It's that Jesus has already borne it. And if they don't get well, then Jesus was whipped for nothing. So it's not that they deserve to be healed. But Jesus deserves for them to be healed. Amen? This is important. This is the heart of God. You wouldn't want to see your child suffer for nothing. And neither does the father. It was not pleasing to him to watch his son suffer. It was not pleasing to him to watch his son suffer. The Bible says it pleased him to put our iniquities on Jesus. But it says, it pleased him to put our iniquities on Jesus. Not because God enjoyed seeing it. But because God knew what it would purchase. That it would bring men back to God. And his stripes reconcile men's bodies back to God. Our job is not to deliver power per se. Our job is to simply proclaim the finished work of Christ. Our job is to simply proclaim the finished work of Christ. That this is done. You have to realize, look at Romans chapter 1. Romans chapter 1. In verse 16. Actually, let's go back up to verse 14. Paul says, I am debtor. Both to the Greeks and to the barbarians. Both to the wise and the unwised. He said, I have a debt that I must pay to these people. He said, so, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. He said, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Now, look at these verses. 14, 15, and 16. These are the three I am's of Paul. He said, I am a debtor. But I am ready. And I am not ashamed. You should memorize these. You have a debt to pay to the Greek and the barbarians. To the saved and the unsigned. You have a debt to the wise and the foolish. Not just to the rich, not just to the good people, to all men. You treat all men the same. You show love without partiality. That's the love of God. The love of man picks and chooses who deserves their love. God loves all the same. So, we are debtors. And we are ready. And we are ready. Because the one who makes us ready lives in us. And we are not ashamed of the gospel. He says, I am not ashamed of the gospel of Christ. because it is the ability of God and to salvation. Salvation means healing. It means deliverance. It means freedom. It means eternal life. The good news of Jesus Christ is the ability several years ago. Dr. T.L. Osborne was at a pastor minister's conference. Hundreds of ministers were there. He was sitting on the platform. Another man was speaking. And he didn't know that the man sitting next to him was recording the meetings. and the recorder was sitting between them. Now, T.L. Osborne has never said a mean thing about anyone. He is one of my heroes. He always lifts. He encourages. He helps. He's probably seen more miracles than any man alive. But as they were sitting in this meeting, they had some singing going on. Some, I wouldn't call it worship, but singing. They had some praying going on. Well, let me fix that. It wasn't praying. It was begging. There's a difference. And as they were crying and pleading for the power of God to come till Osborne leaned over spoke to the minister next to him and said they keep calling for power. He said it's not power they need. It's not more power. It's more gospel. The gospel is the power of God. See, we have made Christianity into a humanism. It's about me. It's about me being ready. It's all about me training. Me learning. Me knowing something. It's all about me. And as long as you think that way you've not entered Christianity. Christianity is all about him. Get your mind off of you. Get your mind on him. Quit saying things like Oh, I don't know if I can do that. The scripture says I can do all things through him that strengthens me. Well, I don't know. I'm so weak. I'm not a good Christian. And you say that trying to sound holy and spiritual. Trying to tell people how humble you are. and in reality that's spiritual pride. You're trying to impress people. And your mind is on you. When your mind is on you all the time you're in pride. You need to die to self. You need not to even consider yourself. It said that Abraham whenever he was old too old to have a child that Sarah was too old to have a child. It said he staggered not at the promise of God. And how did he stagger not? He didn't consider his body. When God said you're going to have children, he didn't say that can't happen. Don't you know how old I am? His mind wasn't on him. His mind was on the faithfulness of God to keep his promise. He said I don't know how you're going to do that. But you said it. So it'll come to pass. And God said that's faith. You need to get your mind off of you. I don't know the Bible. That's your problem. Do you have a Bible? Then turn off the television and read the Bible. You know everybody on your soap opera. You know their names. You know all their problems in their life. And yet you don't know Paul. And you don't know what he went through. You do know he had a thorn. You know he had some problems. And you think his thorn was an eye disease. Not because you read it. Because it's not in there. But because somebody told you that's what it said. And when you come home in the evening, do you want someone to sit down with you and tell you what happened in your soap opera? No, you'll tell him oh don't tell me don't tell me. I want to watch it myself. Right? Yeah. I just hit that's for the women. Now let me talk to the men. you've gone to work and you recorded the football game. And all day long you go to the office and people will stop to you and they'll say can you believe that game? No, don't tell me. Don't tell me. I don't want to know what happened. I recorded it. I want to watch it. I want to see it myself. Why don't you want to just know the score? It's already over. It's not happening while you read it. That way you watch it. But yet you will do that but you won't take what someone tells you. You'll believe what they tell you the Bible says. but you won't search it for yourself. But whenever you get sick you grab your Bible and you march down front and you're betting that the preacher is going to be right on with God. And then whenever you don't get healed you blame the preacher. What were you doing? You weren't reading. You weren't studying. You weren't applying. almost every healing service we have is bigger than the training. There are people that come in for healing that knew about the training but wouldn't come in to learn. They're too busy doing other things but when it comes time to get they come in do you understand what that means? They are so selfish they want to get healed but they don't care enough about other people to come learn how to healed. They just want to get it from themselves and then when they get healed they want to go back and live the same way they did before and they don't know that we are all debtors we owe it to them that don't know to bring the good news the power of God to those that don't know. That's one of the reasons why God wants you well. It's hard to go across the world if you had an illness and you had to have medicine you'll be worried about your medicine. What if I get in some country and can't get my medicine? I can't be a missionary they don't have my medicine in that country. that shows you that sickness is not of God. God wants you to go to every country on the world and anything that would hinder you from going to another country it's of the devil. If sickness keeps you from going it's of the devil because God said go. That should tell you right there. God is using this sickness. He's trying to make me a better person. Well it ain't working. you're not a better person. You're more selfish. You want people to wait on you do things for you instead of you doing them for them. It's not working like that. Well God is using it to teach me something. That is dangerous to say that. Jesus was accused of the Pharisees of casting out devils by the devil. The Pharisees attributed the works of God to the devil. When you say that God is using sickness to teach you something, you're doing the same thing but opposite. You are attributing the works of the devil to God. You are saying that if sickness is teaching you something, that sickness is your teacher. the Bible says that the Holy Spirit is our teacher. You're saying that the Holy Spirit is a spirit of infirmity, a spirit of sickness, a spirit of the devil. That's that close to blasphemy. Don't ever say that. Don't ever attribute to God the works of the devil. God wants you well. God teaches you how to live well, how to live healthy. How to live healthy. Do you understand this? You need to turn your direction toward God. Christians think that the devil somehow works for God. That God uses the devil. to get things done. The devil is not on God's side. That's what the word devil means. It's an adversary. One against. The devil isn't for God. The devil isn't for you. The devil isn't trying to make you good. He's trying to kill you. He doesn't want you preaching. He wants you dead before you can preach. We have an enemy. An adversary. One that works against us. One that works against the will of God. Our job is to resist him. To overcome him. To enforce Jesus' defeat. defeat. This is who we are. We're the people of God. We're victorious. Because this is the victory. This is how we overcome. Even by our faith. We have faith that overcomes. The world, the flesh, and the devil. our victory is our faith. Our faith in God, our faith in Jesus, that's the victory. You don't have faith for the victory. The faith is the victory. When you stand strong according to the word, in the middle of the problem, that's the victory. Now when it's all over with, you can look back, you'll talk about beating it. God's going to talk about you, of how you stand. He believed in the middle of the battle. Anybody can believe when it's over. That's not when you need faith. Listen closely. From the time the problem starts until it's over. That's the only time that you have to use faith. Once it's over, you've missed your chance for faith. Once it's over, you've missed the opportunity to bring pleasure to God. you need to use faith in the middle of the battle. While the battle is raging around you, that's when you stand out. That's when you start saying, my God is with me. He takes care of me. We will come through this. the answer is simple. I will stand and we will win. And that brings pleasure to God. It's this act of faith. Once that's over, everybody else will come alongside you. Everybody will come around you and tell you, we know you'd come through. We with you the whole time. We were right behind you. And you can say, that's why I didn't see you. You were hiding behind me. Why weren't you up here with me? You stuck me out there to face the devil by myself. I don't need you behind me. I need your arm and arm with me. But that's when you can tell. who's in faith. Faith is very simple. Faith is in the person who stands in the fight just a little while longer than everybody else. When everybody else runs, all you have to do is stand a little while and and if you stand just a little bit longer, people will always remember you as a person of faith. It doesn't mean you didn't have any fear. It just meant that you stood longer than everybody else. Maybe you were so scared, you couldn't move, and everybody else ran. But you stood, and you didn't bow. You stood strong. Amen? God is for you. He's with you. What can the enemy do against us? He can't do anything to us. We're the victors. Not the victims. We're the winners. He's the loser. Let's go to lunch. God bless you.